МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан вошел в индекс 50 стран с инновационной экономикой. Всего в индексе инноваций Блумберг 50 стран, его замыкают Таиланд, Марокко, Аргентина и Казахстан. В списке Блумберг Китай занял 21 место, Малайзия 25, Гонконг 37, Индия 45. В десятку самых инновационных стран также входят Сингапур, Финляндия, США, Дания и Франция. Между тем, в 2016 году рост ВВП в Казахстане составит 1,9%, с увеличением до 3% в 17%. За покупку старых машин казахстанцам придется заплатить налог от 500 тысяч тенге до миллиона. Изначально задачей поправки в налоговый кодекс называлось намерение оградить Казахстан от потока старых автомобилей, хлынувшего на отечественный рынок из-за рубежа. Именно поэтому ставка сбора на новый автомобиль составляет символические 0,25 мрп, тогда как автомашина более чем трехлетнего возраста потребует при постановке на учет выплаты в 500 мрп. Согласно вступившему в силу закону, минимальный сбор от 0,25 мрп уплачивается за автомашину в возрасте до 1 года, включая год выпуска. Следующая по размеру ставка 25, 50 или 240 мрп полагается к уплате за автомашину в возрасте от 1 до 3 лет, включая год выпуска. В Казахстане увеличилось производство золота и серебра. Выпуск афинированного серебра увеличился на 32,5%. Что же касается серебра, то объем выпуска превысил 1,3 тысячи том. Также рост показало производство необработанного алюминия почти на 2%, при этом выпуск свинца снизился на 5,6%. В целом за последние 35 лет золото подорожало на 77,5%, с начала 2016 года на 1,3%. Казахстанцы экономят на автостраховании. То, что автострахование просело в первую очередь, эксперты связывают с тем, что на рынке в полной мере отразился весь экономический негатив прошлого года. Спад промышленного производства, сокращение производства и импорта автомобилей, девальвация тенге. Поэтому 15-й год оказался достаточно сложным для страховых компаний в этом сегменте. Спрос на полисы автокаска в целом достаточно сильно снизился, особенно в сегменте недорогих автомобилей. Пенсии в Кыргызстане вырастут на 10% с 1 октября 2016 года. Также планируется поднять пенсии инвалидов до прожиточного минимума. Депутаты законопроект поддержали. Между тем, покупательская способность кыргызстанцев упала в два раза. Устойчивое падение спроса началось с начала 2015 года и продолжало падать на протяжении всего года вплоть до традиционного декабрьского пика. Согласно предварительному анализу кассовых чеков сетей магазинов розничной торговли, на начало года и на конец года средняя стоимость совершенной покупки сократилась с 600 до 300 сомов. То есть люди стали меньше тратить. Стоимость авиакеросина в российских аэропортах выросла на 7%, до 36 тысяч рублей за тонну. Так, авиатопливо в аэропорту Домодедово за год подорожало на 10%, до 39 тысяч 700 рублей за тонну. Во Внуково цена на авиакеросин выросла на 8%. В большинстве региональных аэропортов за год цена на авиатопливо также выросла. В аэропорту города Анадырь на Чукотке по статистике самое дорогое авиатопливо. Несмотря на то, что цена не росла с 2014 года, она составляет 49 тысяч 480 рублей. Тем не менее, в некоторых региональных аэропортах керосин немного подешевел. Например, в аэропорту Саратова цена за тонну топлива за год снизилась на 2%. А вот автомобильное топливо подорожает на 2 рубля за 1 литр. Это связано с введением новых акцизов на бензин. Дешевле всего сейчас топливо продают в Кызыле и Улан-Удэ. Но уже с марта 2016 года ожидается подорожение автомобильного топлива в связи с новыми акцизами. В марте и июне следует ожидать подъема на 2 рубля за литр. Дело в том, что с 1 января на территории Российской Федерации запрещено реализовывать топливо ниже стандарта Евро-5. Что же касается прогнозов на 2016 год, то они пессимистические. Из-за повышения цены на нефть бензин будет дальше дорожать. Цена на автомобильное топливо вырастет примерно на 5-6%. Снятие санкций с Тегерана открывает перед Арменией большие возможности. Страна заинтересована в углублении взаимовыгодных отношений с Ираном, заявили армянские чиновники. Тегеран никогда не скрывал, что в его планах Еревану всегда отводилась как минимум роль транзитной артерии энергоносителей. Кроме того, активизируется реализация ряда совместных проектов, которые в условиях мировых санкций против нашего партнера и соседа продвигались медленно и тяжело. Со временем Армения вошла в группу стран ближнего зарубежья наряду с Абхазией и Грузией, где россияне в 2016 году могут за небольшие деньги хорошо отдохнуть. Сутки в Армении, согласно исследованию сервиса, из-за расчета на двоих путешественников обойдутся в 70 долларов. В Абхазии и Грузии, соответственно, 65 и 80 долларов. При составлении рейтинга не учитывалась стоимость авиаперелета, так как в зависимости от региона России она может быть разной. Азербайджан готовит бюджет к цене на нефть в 30 долларов за баррель. Из-за резкого падения цен на сырье за последний год курс моната по отношению к доллару упал примерно в два раза. Накануне власти Азербайджана приняли решение ограничить вывоз валюты из страны, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке и восстановить доверие к монату. В настоящее время бюджет на 2016 год, так же, как и российский, сверстал на основе того, что баррель нефти будет стоить 50 долларов. Китай надеется создать зону свободной торговли со странами Персидского залива. Среди важных направлений председатель КНР назвал строительство инфраструктуры, энергетику, в том числе ядерную, освоение космоса, связь. Си Цзиньпинь пообещал, что Китай намерен стать стабильным и надежным рынком энергоресурсов на долгосрочной основе для стран вышеупомянутого региона. Размер минимальной зарплаты граждан Таджикистана составил 53 доллара. Правительство увеличит размер заработной платы в сфере образования, здравоохранения и культуры, а также стипендии и пенсии на 15-30%. Размер минимальной заработной платы повысится на 60% и составит 400 сомани. Это около 20 тысяч тенге. Несмотря на определенные экономические трудности, рост ВВП Таджикистана в 2015 году составил 6%, инфляции достигло 5%, а уровень безработицы сократился до 31%. Китайский фондовый рынок закрылся падением. Об этом свидетельствуют данные торгов. Индекс, который включает в себя акции крупнейших китайских компаний, опустился на 1,5%. Индекс «Шанхай Композит» потерял 1%. Ключевым фактором падения по-прежнему выступают опасения инвесторов о замедлении экономики Китая. Падению индексов также не помешало решению Народного банка Китая вновь влить в фондовый рынок дополнительно 91 миллиард 220 миллионов долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова